Мессия, существуют ли объективные библейские аргументы, основанные на общих источниках Священного Писания? Или это лишь вопрос субъективной интерпретации, принадлежащей той или иной религиозной группе? Друзья, сегодня в нашей лекции мы рассмотрим один очень важный вопрос. Вопрос, который задают больше многие в христианстве, нежели в иудаизме. Вопрос о том, называл ли Иисус себя Богом? Давайте будем исследовать конкретные объективные факты. Мы увидели с вами в наших прошлых лекциях о том, что ветхозаветные пророчества однозначно говорят о месте рождения, о времени рождения и о времени смерти Мессии, что указывает не на кого другого, а только на Иисуса из Назарета. Мы также рассмотрели о том, что существует два очень конкретных стиха, в котором, особенно в Псалме 44-м, однозначно говорится о Мессии, о помазаннике, как о Боге. Но вопрос, признавал ли Иисус себя таковым? Или же это было как с Ребе Менахемом Менделем Шнерсоном, который никогда не признал открыто, не называл себя сам ни Мессией, ни Богом, ни Царем? Это были отдельные его последователи, как об этом говорит сегодня движение Хаббат. Хотя, скажу вам, этих последователей было очень много. В мае 1994 года Мессия умер. Шнерсон имеется в виду. Кстати говоря, именно что на меня лично повлияло, это когда он летом 1991 года объявил о том, что Машех должен прийти на Рожешану. Если вы помните, лето 1991 года – это была первая война в Персидском заливе. Тогда еще диктатор Ирака Саддам Хусейн, в общем-то, объявился буквально вторым навухудоносором и направил свои советские ракеты «СКАД» на Израиль. Вот именно в этом всем напряжении Шнерсон сказал проповедь о том, что следующий год будет годом великих чудес и придет Машех. В этом смысле он ссылался на мнение известного иудейского философа Иравина Моисея Маймонида, известного как Рамбам, который в своем письме к еменской еврейской общине написал, что Мессия соберет всех в Израиль, а потом начнется большая война с арабами. Вернее, наоборот, он сказал, евреи все сойдутся в Израиль, начнется большая война с арабами, и вот на пике этой войны придет Мессия. И как только он ступит на храмовую гору, мечеть, вот этот купол на скале золотой, будет буквально испариться и будет отстроен храм. И вот когда вот эти все события начали происходить, вот эта прямая угроза со стороны Саддама Хусейна, это и спровоцировало Шнейрсона вот в таких проповедях говорить о том, что Мессия придет. Ну и он сказал на рожа шану, на рожа шану я лично сам ожидал прихода Мессии, не дождался, а уже ближе к Хануке я узнал, что именно его считают Мессией, и для меня это было серьезное разочарование. В 1994 году в мае Шнейрсон умирает. на его похороны слетаются тысячи его последователей, которые брали билеты в один конец. Они провели на его могиле три дня и три ночи, ожидая, что он воскреснет. Такая интересная метаморфоза. Но тем не менее, я должен еще раз подчеркнуть, сам Менахем Мендель Шнейрсон ни словом, ни полслова, ни в одной из своих речей не обмолвился и не назвал себя ни Мессией, ни Богом тем более. Что же касается Иисуса, давайте исследовать. Я приглашаю открыть Евангелие от Марка, вторая глава. И здесь у нас история идет о исцелении расслабленного, которого принесли через крышу дома, разобрав ее. И вторая глава Евангелия от Марка с пятого стиха здесь написано так. «Видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои». Как на это реагируют? Ответ в шестом и седьмом стихах. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует». Что такое богохульство? Богохульство – это не высказывание каких-то словесных оскорблений в адрес Бога. Дальше идет объяснение термин «богослухульство». Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? То есть, книжники обвинили Иисуса в том, что сказав слова «прощаются тебе грехи твои», он назвал себя Богом. А что Иисус в ответ? Читаем дальше. «Иисус тотчас, восьмой текст, узнав духом своим, что они так помышляют, помышляют себе с казалом. Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи или сказать «встань, возьми постель свою и ходи». Но, десятый текст, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Смотрите внимательно. Как здесь Иисус говорит о себе в 10 стихе «Сын Человеческий». То есть он признает, что он человек. То есть в отличие от некоторых ранних христианских ересей, которые считали, что Иисус – это, конечно же, Бог, а его человеческий облик – это просто некий такой фантом. Здесь мы видим четко. Иисус называет себя по-еврейски «Бен Адам». «Бен Адам» – это не просто Сын Человеческий. Это идиоматика. «Бен Адам» – это на иврите «человек». Если сегодня, например, в Израиле, допустим, вы заходите в какое-то помещение и открыта дверь, вы никого не видите, вам нужно позвать. Такой полиментарно. «Ешь Бен Адампо». Буквально. «Есть ли здесь Сын Человеческий?» Ну, это же так не говорят. «Есть ли здесь кто-то?» Понимаете? Книга пророка Иезекииля постоянно Бог обращается к пророку. «Сын Человеческий», «Сын Человеческий», «Сын Человеческий». Ну, многие переводы сейчас уже уходят от такого бусквализма. Например, перевод, сделанный иудейским богословским обществом на английский язык, прямо пишет «Смертный». Понимаете? То есть, Иисус в этом стихе десятом, Евангелие от Марка, вторая глава, десятый текст, называет себя человеком. А потом говорит, имеет власть прощать грехи. То есть, он себя называет, вот этот текст очень конкретно говорит, что Иисус хоть и является человеком, но тем не менее является и Богом. Давайте посмотрим еще один очень важный текст. Это мой любимый текст из Евангелия от Иоанна, десятая глава. И здесь начинается с 22-го текста. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была земля. Зима, извините. Что это за праздник обновления? На иврите это Ханука. Иисус ходил в храме в притворе с Соломоновым. То есть, я часто во время Рождества задаю людям вопрос на Твиттере или на Фейсбуке. А праздновал ли Иисус свой день рождения? Не уверен. Но Хануку он явно отмечал. Ну и здесь оппоненты его обступают и начинают и начинают задавать провокационные вопросы. Долго ли ты тебе держать нас в недоумении? Если ты Машех, Мессия, по-гречески Христос, да, скажи нам прямо. Иисус отвечал вам. Я сказал вам и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, потому что вы не из овец Моих, как я сказал вам. Отец, 29 текст, который дал Мне их больше всех. Никто не может похитить их из руки Отца Моего. Вроде бы такой интересный монолог. С одной стороны, Иисус вроде говорит, что вот у меня есть Отец, Бог есть мой Отец. Ну и из этого можно вроде бы как бы сделать такой интересный вывод, что вот Иисус это может быть и не Бог. Он называет Бога Своим Отцом. Такие аргументы к сожалению существуют. На 30 стих четыре слова однозначно Я и Отец одно Эхад. не за одно не имеют единого мнения Эхад. Одно реакция, как это понимается. То есть мы можем себе что-то придумывать. Вот как евреи это понимают. хватает каменья, чтобы побить его. И естественно Иисус отвечает им 32 текст. Много добрых дел показал я вам от отца моего. За какое из них хотите побить меня камнями? Ему говорят не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство. И дальше еще раз мы видим определение богохульства. За то, что ты будучи человек делаешь себя Богом. То есть слова и я и отец одно слушащие Иисуса фарисеи поняли однозначно другого здесь ничего нет. В этих словах Иисус однозначно назвал себя тем, кем Он является. Богом и никем иным. Я уже приводил высказывание Раби Исидора Эпштейна, который в своей книге с досадой пишет о том, что были бы многие евреи готовы принять Иисуса Мессии, если бы Его не назвали Богом, друзья мои, не Его назвали Богом. Он себя так конкретно и однозначно называл и на компромисс идти не желал, потому что Он есть Тот, Который есть. Эти слова, кстати, сказал Всевышний Моисей из Горящего Куста. Как имя Твое? Я есть Тот, Который есть. Евангелие от Иоанна 8 глава, когда начинают оппоненты Иисуса насмехаться над Ним, что ты про Авраама говоришь? Тебе нет еще и 50 лет, а ты видел Авраама, и Иисус так же однозначно говорит, прежде нежели Авраам. Эго эми по-гречески. Эго эми это те же самые слова, которые переводятся на греческий язык. Книги Исход 3 глава Я есть э е эго эми за другого Иисус себя не считает и не почитает. Именно поэтому в послании филиппийцам 2 глава и Павел пишет об Иисусе Он 6 текст 2 глава 6 текст Он будучи образом Божьим не почитал хищением быть равным Богу. Друзья мои, что может быть однозначнее? Я и Отец одно. Он будучи образом Божьим. Почему образом Божьим здесь? А потому что ведь и мы с вами как созданы? По образу Божьим. Но если мы будем называть себя равными Богу, это будет хищение и богохульство. А Он не почитал хищением быть равным Богу. И поэтому, но дальше сказано, но уничижил себя, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. И Иисус совмещал в себе и человеческую и божественную природу. На все сто процентов человеческую. Он неоднократно называл себя сыном человеческим, то есть человеком, но с другой стороны, он не почитал хищением быть равным Богу. И именно вот эта проблема, она вызывает определенные смущения у многих людей, потому что когда в христианстве благодать и мир Бога Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа, вот это вот отец, сын. В христианстве в Новом Завете это очевидно, но понимаем ли мы понимаем ли мы эти взаимоотношения до конца? Друзья мои, Псалом второй говорит ты сын мой ныне я родил тебя. Когда? Когда это ныне? Друзья мои, Библия однозначно пишет, когда это ныне наступило. Это ныне наступило, описано это в Евангелии от Луки, первая глава, когда явился ангел Гавриил к Деве по имени Мария и сказал радуйся благодатно я. Сила Божья найдет на тебя и ты зачнешь и родишь сына. Вот этот момент ныне. Вот когда это происходит. Но Иисус существует и до рождения. Он является предвечным Богом. Его происхождение не из Вифлеема, а его происхождение от дней вечных, от начала, потому что Он и Отец одно. На земле, когда Иисус является человеком, рожденным от женщины, но незачатым с помощью человека, кто Ему Отец как человек? Конечно, Бог. Но вот это вот пожалуй трудно вместить. Это не могли вместить те, которые судили Иисуса. Евангелие от Матфея, 26-я глава запечатляет нам эту суд, который происходил над Иисусом. Иисус молчал, я читаю 63-й текст. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи ли нам, в русском переводе сказано, ты ли Христос Сын Божий? То есть, ты ли Мессия Сын Божий? Что подразумевал Сиб тогда Каяфа? Вот это выражение Сын Божий, оно тождественно еврейскому выражению Сын человеческий. Друзья мои, Сын человеческий это человек. Я помню, когда я преподавал в Зоокской духовной академии библейский еврит. Я всегда брал самый грамматический легкий текст для перевода это Левит первая глава. И там есть такая фраза, буквально она переводится, вот студенты мои берут словарик слово по слову и тут написано и взвозложит руку свою на сына коровы и все сразу о какая типология здесь употребляется слово сын. Я вынужден всегда и каждому курсу был объясняем. Друзья мои, сын коровы это телец. Не надо здесь изобретать никакой теологии и типологии. Когда мы читаем с вами книга Даниила, третья глава, история Навухудоносора, который отправил Шадраха, Месаха и Абедного, не поклонившихся истукану в огненную печь, то после этого он видит, наблюдает за тем, что происходит в огненной печи и ему докладывают, что тут среди огня 25 текст есть некий четвертый, вид которого подобен Сыну Божьему. Друзья мои, Сын Божий это Бог. И другого нет ничего. Когда иудеи читают этот текст, они не воспринимают, что есть иерархия, что вот дескать есть Бог, который родил Сына, и вот этот Сын находится там в огне. Друзья мои, нет. В иврите есть масса выражений со словами сын и дочь. Например, вы знаете, как на иврите звучит голос с неба. Если вы будете читать раввинистическую литературу, вы увидите выражение бат-коль, дочь голоса. Будете ломать голову. Это голос с неба. Поэтому, когда Иисуса спрашивает Каяфа в Евангелии от Матфея, 26 глава, 63 текст, он имеет в виду, ты ли божественный Мессия? Иисус отвечает ему, ты сказал, 64 текст, даже сказываю вам, узрите, человека, сына человеческого, грядущего одесную силы на облаках, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных. Что делает первосвященник? Он ему выносит обвинительный приговор. Он богохульствует. Друзья мои, что происходит на этом суде? Бог, воплощенный Бог, был приговорен к смерти за то, что назвал себя Богом. Парадокс, правда? Как это понять? Как это понять? Иисус одновременно человек, одновременно Бог. доступно ли нашему сознанию это? Друзья мои, давайте не будем пытаться это делать. Первое Тимофею 3, 16. Это, пожалуй, мой самый любимый текст об Иисусе. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Не какое-то низшее по рангу существо. Бог явился во плоти. Явившись таким образом, будучи зачатым Святым Духом, Он стал Сыном Человеческим, родившись как нормальный ребенок от своей мамы Марии. Это великое чудо, которое нам, грешникам, невозможно осязать и постигать. Только верою, только верою, только верою. Понимаем мы, что Иисус является и Богом, и человеком на все сто процентов. Он одновременно и молится Отцу, потому что как Сын Человеческий, Он понимает, что у Него нет земного Отца. С другой стороны, не считает хищением быть равным Богу. Это великая тайна благочестия. И нам только ее надо принять верою. Конечно же, есть еще много вопросов, которые у нас возникают о природе Мессии. И поэтому в нашей следующей лекции мы с вами разберем один очень важный и серьезный вопрос. Как это вдруг? Этот вопрос задают очень многие иудеи. Как это? Человеческие жертвы? Это же такой грех. А тут человек приносит себя в жертву. Как это возможно? Мы это разберем на нашей следующей лекции.